В течение суток оккупанты нанесли опять ракетный удар, но уже по району Купенская, это Харьковская область, напомню, что Купенск декупированный, освобожденный украинский город, который занимали оккупанты на протяжении полугода. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины остается на всей территории. И регулярно воздушные тревоги, и, собственно, люди, которые спускаются в бомбоубежище, это та картинка, которую знает каждый украинец в любом регионе за последние сутки. Совершенно верно, и, к сожалению, такова реальность. А теперь давайте поговорим детальнее, конкретно про театр боевых действий, конкретно по направлениям. Сейчас с помощью графики вы увидите, что происходит. Итак, начинаем с северского направления. Здесь противник обстрелял позиции сил обороны в районах населенных пунктов Венторовка, Мануховка, Рыжовка и Ворожба. Это Сумская область. Коллеги, прошу показать второй слайд, потому что на нем изображено уже Слобожанское направление. Там минометные и артиллерийские обстрелы не останавливаются. Обстреливаются районы населенных пунктов Стрелечья, Старицы, Землянки, Устиновки и Ольхатовки. И Ольховатки, простите, это Харьковская область. Теперь мы перенесемся на многострадальное Купенское и Лиманское направления. Здесь из танков и артиллерия оккупанты ударили по районам более 25 населенных пунктов. Среди них Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово. Это на Харьковщине. Также Площанка, Деброво и Краснопоповка. Это Луганская область. И Ямполевка, Донецкая область. Ну и детальнее. Посмотрите, что происходит на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там российские войска обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это Спорное, Берестово, Яковлевка, Солидар, Бахмут, Опытное, Азаряновка и Нью-Йорк. Это все Донецкая область. Теперь переносимся на Новопавловское направление. Здесь противник ударил по районам Углидара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области. Запорожское направление. Тут зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи более чем 20 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области. А также город Никополь Днепропетровской области. После страшного теракта несколько дней назад, напомню, был обстрелен Херсон. Погибло более 10 человек и почти 100 было ранено. Российские оккупанты с целью устрашения продолжают хаотические обстрелы всего правого берега Украины. А систематическим минометным обстрелам подвергается город Береслав. Это тоже Херсонская область. Но и на этом же многостандартном Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон. Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерная, Антоновка, Садовое и Велитенская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова